Всем привет! С вами Юлия Ильянова и сегодня мы с вами заглянем в Крыгин Бокс. Представляете, ко мне пришло сразу две коробки. Да, чудеса случаются. Вот там, на заднем фоне это тонизирование, но я хочу начать с коробки уход за волосами. Мне коробка очень понравилась. Сейчас мы посмотрим все, что у нее было внутри. И начнем мы, конечно же, с упаковки. Эта коробка была упакована в еще одну блестящую супер-мега-упаковку. Естественно, что полную упаковку я могу показать только на фотографиях. И то, что у меня осталось от этой упаковки, это выглядит вот таким вот образом. Она супер такая классная, блестящая. Конечно же, как на каждой коробке, у нас есть с вами здесь марки, тема ухода за волосами. Средств в коробочке достаточно много. Все они перечислены вот в таком вот буклете. Очень много ароматных средств в коробке и запахи все смешиваются. Это невероятно какая-то очень приятная, цветочная, какая-то пряная конфетная композиция. И начинаем мы с двух сашетиков крема-кондиционера для волос от Леонора Грея. Я думаю, что здесь на короткие волосы даже хватит на четыре применения. И это средство пахнет невероятно классно. Единственное, что здесь для очень поврежденных и окрашенных волос. Поэтому такие средства я использую и пробую в самый последний момент. Маска для волос от Vela Element с экстрактом ясни. Если вы еще не пробовали, то наверняка уже слышали. Если не слышали и не видели, то, наверное, у вас был очень затяжной отпуск. Это я намекаю на то, что эта серия очень сильно и активно продвигается. И особенно в коробочках. У меня вот таких вот миниатюр уже, наверное, штук 6 или 7 точно было. Всей серии, как мне кажется. Шампуни решительно мне не подошли. Раздражение кожи головы. Ну, всякое случается. А вот маска на самом деле мне понравилась. Нельзя сказать, что она творит какие-то невероятные чудеса. Но действительно делает волосы мягкими. У нее достаточно приятный такой аромат. Гладкие, нежные, мягкие волосы. Единственный с ней момент. Это расход у меня на одну маску. Где-то уходит, наверное, 2,3 или даже 3,25 вот такой вот упаковки. Здесь у нас 30 мл. Мне кажется, это достаточно много. Дальше у нас с вами по списку бальзам-маска для волос от DAV. Целых два таких вот пробничек. DAV, конечно, давно известная. И доступная в любом супермаркете марка. Именно поэтому, мне кажется, она не такая интересная. И любопытство она вызывает достаточно мало. Поэтому эти средства я не пробовала. Интересное средство тем, что это бальзам-маска, которая очень быстро действует, то есть в течение одной минуты. И также содержит кератин, что должно восстанавливать наши протеины в волосах. Описание, как всегда, конечно, очень красивое. Если кто-то из вас уже эти средства пробовал, обязательно мне напишите. Может быть, это действительно суперская бомба. Далее, единственное средство, которое в еще одной такой упаковке в коробочке. Это маска от HairVital. Крем-маска для укрепления и роста волос. Вообще, в целом, мне кажется, что марка HairVital достаточно интересная. Вот именно эту маску я не пробовала. И вообще, один раз попробовать именно вот эту маску, мне кажется, здесь смысла нет. Я лучше вам потом во влоге недельки расскажу, когда я буду долго ее использовать. Потому что она для укрепления и роста волос. Такой эффект можно оценить, наверное, не раньше, чем через месяц. Но я пробовала у HairVital другие маски. Мне очень понравились. В общем, очень хочется попробовать эту маску. Протестировать ее достаточно плотно. То есть в течение хотя бы нескольких недель. Потому что она обещает антистатическое действие и укрепление не только волосяной луковицы, но и уплотнение и укрепление волос по всей длине. Дальше у нас восстанавливающий гель от BioSilk. На данный момент это мой самый большой любимчик в этой коробке. Самое крутое и классное средство. Наносить гель можно как на влажные, так и на сухие волосы. Он призван защищать от вредных воздействий окружающей среды. И также постепенно уплотнять волосы, укрепляя, делать их более гладкими и послушными. Полепила я это средство, конечно, за то, что оно делает все то, что обещает. И разглаживает волосы, делает их более послушными, делает их более плотными. Конечно, это не естественное восстановление, это просто нанесение чего-то сверху, чтобы волосы себя лучше чувствовали. Они очень разделенные, они очень гладкие, очень приятные, очень классно и приятно их касаться. Несмотря на то, что у меня волосы активно отрастают, и они везде разной длины, и из-за этого пух разный идет. И вот здесь вот тоже подшосток с ними достаточно сложно управляться. И вот эта штука очень сильно помогает. И самое клевое, это что это средство не создает скафандра на волосах. Нет ощущения грязи, нет ощущения чего-то лишнего. Волосы просто действительно классно себя чувствуют, классно себя ведут. И вообще я очень довольна этим средством. Конечно, без коробки я бы вряд ли его нашла. Сменим немножко ракурс и продолжаем со средствами от Aveda. Это Damage Remedy. Я уже использовала это средство. У меня уже был такой правдник из другой коробочки. Средство мне действительно понравилось. После мытья волос на влажные волосы наносим вот этот вот бальзамчик. Распределяем и все, не смываем. Дальше можно укладывать волосы. В чем плюс этого средства? То, что он убирает пушистость. По крайней мере, мне так кажется. Я это прочитала в одном из обзоров, и после этого я это заметила. Может быть, как раз-таки я уже несколько раз использовала его к тому моменту. Ривил, мне захотелось такого эффекта. Для кончиков, мне кажется, он ничего особо не делает. Это именно средство, наверное, для длинных волос, для того, чтобы лучше их расчесывать, чтобы с ним было проще управляться. Если, наверное, сравнивать с биосилком, биосилк, конечно, побеждает для меня, но это более такое тяжелое средство, которое все-таки на волосах ощущается. Вот это на волосах не ощущается. Они просто становятся ваши волосы, но чуть лучше. Также в коробочке, естественно, резиночка от Makeup to Makeup, что очень круто. Вот эти резинки мне понравились гораздо больше, чем Anvizibobly. Очень, в общем, обрадовалась тому, что резинка есть в этой коробке, потому что резинки действительно классные. И вот эти резинки, они дают еще меньше нагрузку на голову, когда вы делаете хвост. Особенно, если у вас длинные волосы, собрать здесь вот дульку, так, чтобы это где-то ничего не пережимало. Такой резиночкой просто вообще идеально. Идем дальше. Жапоника. По крайней мере, мне кажется, что так правильно это произносить. Я вообще не люблю вот такие вот истории с сашетами. Мне кажется, что это нужно либо для путешествия оставлять, либо вообще какой смысл, если здесь буквально на одно-два применения. Что можно понять о шампуне? Конечно, таких сашетов было два. Два шампуня, то есть и два кондиционера. Я успела попробовать шампунь. Он без парабенов. И, в общем, здесь очень-очень много разных экстрактов, всяких прекрасных растений с произносимыми и не очень названиями. И шампунь мне действительно понравился. Он походит на гель. Шампунь очень приятный и невероятно классно отмывает волосы. То есть они действительно прям чистенькие-чистенькие. При этом они не скрипят. То есть нет такого, что они высушены. Поэтому мне шампунь понравился. Я думаю, что я к нему присмотрюсь в ближайшем будущем. Он невероятно круто пенится. И даже на мои волосы вот здесь вот на два применения. И с ним в паре идет тритмент. Как я понимаю, это просто бальзам, кондиционер, как ни назови. В общем, средство, которое наносится после шампуня. Обязательно его также попробую и расскажу вам в одном из влогов недельки. Кстати, я забыла вам еще сказать, что вот с этим средством от Биосилка невероятно быстро сохнут волосы. Все несколько раз ускоряет время сушки волос. Далее у нас с вами органовое масло от Гош. Здесь 50 мл, такая увесистая штучка. Это стандартная маслица для волос, прозрачная. И судя по тому, что написано здесь на английском языке, нужно наносить его на влажные волосы. Но здесь на наклейке на русском написано, что либо на влажные, либо на сухие. Я, если честно, больше доверяю оригинальной наклейке и наношу его на влажные волосы. Неплохое масло, ни лучше, ни хуже, чем все остальные. Какого-то особого аромата у него нет. Оно разглаживает волосы, действительно делает их более такими мягкими. Но это не такой вот вау-эффект. Это, в принципе, стандартное хорошее масло. Все, чего можно ждать от масла уходового для волос, оно делает. При этом оно действительно волосы не утяжеляет, достаточно неплохо впитывается. И я даже боялась, что немного переборщу с этим маслом. Потому что я нанесла масла довольно-таки много. То есть у него такой неплохой расход. Больше, наверное, нечего об этом масле сказать. Это средство от Ифрашей. Малиновый уксус для поласкивания волос. Наверняка уже о нем слышали, либо пробовали. А для меня это, ну, не то чтобы любовь, но средство, которым я пользуюсь уже много лет. И когда оно у меня заканчивается, я периодически его покупаю снова. Но нельзя сказать, что я его покупаю вообще постоянно. Суть, наверное, ясна. Уксус для поласкивания. Перед последним поласкиванием водой вы просто наносите его на волосы. Всегда проблема была в том, что здесь вот просто одна такая маленькая дырочка, через которую нужно это вылить себе на волосы. И еще умудриться распределить по волосам. Так, чтобы какой-то был эффект от него. Здесь оно уже, многие спрашивали, уже разведенной до нужной консистенции. Уже водой никак разводить не нужно. И поэтому кажется, что очень большой расход. И в этот раз, покупая коробку под средством от Ифраше, одна из девушек написала, что она переливает этот уксус вот в такие распылители. Это просто круто. Расход снижается, я даже не знаю, во сколько раз. В общем, Ифраше, мне кажется, должны сделать, знаете что, вот в такой вот упаковке его. Это средство из следующей коробочки, я обязательно тоже его покажу. Тоже Ифраше. Если вот в такой упаковке вот это сделать, это будет идеально. Что касается эффекта, эффект действительно есть. Уксус смягчает воду, и вы это почувствуете на своих волосах. Вот только вы их вымыли, они немножко такие жестковатые. Как только вы наносите уксус и потом смываете, они будут очень гладкие. Если вы потом сверху ничего не наносите особенного, то вы заметите блеск волос, который будет именно вот от этого уксуса. Вот эта штука помогает дополнительно вымывать из волос все лишнее. То есть, если где-то маска не смылась или еще что-то накопилось в волосах. Трехминутный реконструктор для волос это бальзам маска. Очень приятная штука. Запах у этого средства между мармеладками и жевательной резинкой. Какой-то такой приятный, прикольный. В составе разные австралийские экстракты, травы и вообще много всего приятного и классного. Здесь на этикеточке кенгуру. В общем, супер такой австралийский продукт. Если говорить о самом средстве, то мне также очень понравилось. Тем, что оно и впитывается в волосы, и не впитывается. Все маски, бальзамы, которые я использую, я наношу под пакет и полотенце. То есть, все, что я тестирую, это тестируется вот таким вот образом. Часть средств практически полностью впитываются в волосы. Такая кремовая консистенция. И другие, более келевые волосы, все-таки остаются такими более скользкими. И ощущение, что на волосах что-то есть. Вот с этим средством ощущение где-то посередине. То есть, половина его впитывается, и часть где-то остается. Поэтому мне очень хочется дальше его тестировать. По эффекту волосы становятся мягкими, но они не становятся слишком мягкими. Иногда бывает такая мягкость, которая вот просто рассыпается в руках. И там ощущение, что волосы вообще структуру свою не держат. Вот здесь вот мне понравилось то, что мягкость, но при этом упругость волос. Следующая мне отюрка была в такой милой розовой коробочке. И она вот такая тоже очень миленькая и маленькая. Это масло от Бонакур, это серия с розой, масло для кожи головы и для волос. Все, конечно же, отмечают невероятно приятный аромат розы всей этой серии. Действительно, он очень классный и офигенный. И в этом масле он тоже есть. Вообще, очень мне понравилось это масло. Это мое сейчас ежедневное масло для пончиков. Но Ольга в комментариях в инстаграм советовала наносить также на кожу головы, на корни, на ночь. Если на утро будете мыть голову. Говорит, что очень классный эффект. Мне кажется, что это тоже должно быть очень круто. Но у меня как-то все не находится времени. Тоже очень хочу так попробовать. В целом масло очень приятное. Мне понравилось. Экспресс маска основной уход от Real Trans Hair. В прошлой коробке был шампунь и бальзам для волос. Также этой марки Real Trans Hair. Тогда они только запустились. И тот шампунь мне очень понравился. И, конечно, после успеха шампуня мне очень хотелось попробовать вот эту маску. Это как раз одна из тех масок, которые практически полностью впитываются в волосы. То есть это скорее даже как крем для волос. Это экспресс маска, которая работает за одну минуту. Но я все маски, как уже говорила, оставлю ее подольше. Пакетик сверху полотенца. И вот если оставить эту маску хотя бы минут на пять, то она практически полностью впитывается. Мне это очень нравится. Мне кажется, что такие маски очень хорошо питают волосы. Поэтому в целом маска мне понравилась. Нельзя сказать, что она творит чудеса. Но неплохая достойная маска. Маска для волосов от KERASTAS серия ELICSIR ULTIME. Мне очень понравилась. Здесь 75 мл. Полноразмерный продукт это 200 мл. И согласно вот этому буклетику стоит 3300 рублей. О цене этой штуки говорю, потому что мне кажется, что она одна. Вот эта маска окупает где-то, наверное, треть коробки точно. Маска действительно классная. Мне очень понравилось то, что она для всех типа волос. Не только для окрашенных. Я, если честно, сначала подумала, что будет вот этот подвох. Она очень приятно пахнет. Она классная. Она выглядит как крем, но на волосах она тает и превращается в бальзам. Она также наполовину впитывается и частично остается на волосах. Но мне она очень понравилась тем, что она классно смывается. На волосах ничего не остается. Волосы просто, ну, гладкие такие, нежные. Нет ощущения, что на них есть какой-то силикон или что вода как-то по ним особо скользит. То есть даже если не практиковать обратное мытье волос, когда после маски мы еще моем голову, вот эта маска смывается отлично и отлично работает. И вообще она очень классная именно по всем характеристикам. У нее приятный оттенок, у нее приятный аромат. Такая приятная золотая с черным упаковкой. В целом, мне кажется, что это очень крутой, вот классный продукт. Все мои рецепторы были задействованы. И мне вот как клиенту, как покупателю было очень приятно пользоваться этим продуктом. Это Label японский крем для укрепления волос. И это не просто крем, это аромакрем. И я его еще не пробовала на волосах, но я могу сказать, что он пахнет азиатскими продуктами. Это, наверное, сложно передать, но у него действительно отдушка такая супер азиатская. Крем для тонких, ослабленных волос, у которых не хватает объема. И, ну, понятно, что эти все приятные, классные описания. Это супер, он делает вам все, и они и гладкие, и гибкие, и послушные. Мне показалось интересным то, что он препятствует проникновению запахов в волосы. Такого описания я еще не видела, и вы сами знаете, что волосы впитывают все запахи просто невероятные. Этим, конечно, этот крем заинтересовался, удовольствием его попробовать. И в конце самое драматичное средство от L'Oreal. Здесь у меня две штуки. Серия про файбер. И если вы не слышали эту историю, то возьмите чаек, я сейчас вам быстренько расскажу. В общем, идея была в следующем. В коробочку кладут вот такую вот большую, мне кажется, что это маска. И вот это какое-то одноразовое средство для того, чтобы поддерживать процедуру. То есть идея в чем? Вы идете в салон, бесплатно делаете себе процедуру, и потом поддерживаете ее вот этими средствами, которые у вас в коробочке. В принципе, смысла ими пользоваться без процедуры, получается, что нет. Вот это вот мертвым грузом будет у вас лежать, если вы процедуру не сделали. Девушки начинают регистрироваться, и у L'Oreal возникает огромный сюрприз. Никто не хочет делать бесплатно. Никто не хочет время своих мастеров в салонах отдавать просто так, чтобы люди приходили и бесплатно что-то делали. В принципе, наверное, об этом нужно подумать раньше. L'Oreal сначала там хотела ругаться с салонами, и они даже договаривались там как-то и ругались с теми, кто не хочет делать это бесплатно. Потом они в итоге просто поменяли информацию, что теперь вы должны сделать какую-то услугу, и к этой услуге бесплатно можно сделать будет вот услугу ProFiber. Мой город все равно не участвовал в этой акции, поэтому, честно, пока я не знаю, что я буду делать, буду ли я отдельно искать какой-нибудь салон, который работает на L'Oreal, будет ли мне удобно туда ехать. В общем, если честно, с одной стороны, это крутая идея, с другой стороны, ну, наверное, нужно понимать было, что, ну, может быть, не всем это будет удобно. То есть я должна радоваться, что я потратила деньги, чтобы еще потратить деньги, чтобы не потратить вот эти деньги впустую, и посмотреть, может быть, мне это понравится. Для своей подруги я также поймала эту коробочку, она очень хотела, она сходит на эту процедуру, потом мне расскажет, я вам в влоге недельки тоже расскажу, насколько это было круто или не очень, и сама потом решу, что с этим делать дальше. Вот, в общем-то, и все. Коробка была большая, внушительная, мы долго разбирали, что в ней было. Обязательно пишите мне, что вы вообще думаете об этой коробочке? Она стоила 2900 рублей без доставки, стоит она своих денег, не стоит. Мне кажется, вот, ну, если посчитать немножко, то она действительно стоит своих денег. И самое клевое, мне кажется, что я нашла для себя средства, о которых бы я даже не подумала. Обязательно пишите, что вы думаете об этой коробке, о тех средствах, которые в ней представлены, и я благодарю за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой нашей коробочной волне. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok